Привет ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Уже неоднократно в своих подкастах и видео я говорил, что ведьмак в приоритете и все видео за очень редким исключением будут касаться только его. Но всегда мои слова звучали как возможность или даже вероятность, ведь реальных планов на ведьмака кроме меня никто не знает. Сегодня я решил посвятить вас в святую святых и рассказать вам, что у меня действительно в планах по ведьмаку и как я вообще это все для себя фиксирую. На самом деле, когда я только планировал делать видео для ютуба, у меня был небольшой страх, что в один прекрасный момент у меня просто не будет идей для новых видео. И это меня так пугало, что я специально откладывал какие-то идеи, чтобы реализовать их потом, когда мыслей для чего-то нового не будет. А сейчас я уже и забыл, что там хотел снимать. А все потому, что нигде толком не фиксировал свои планы. Поэтому сначала на листике, потом в тетрадке, а сейчас просто в гугл документе я стал записывать все идеи, которые приходят мне на ум или звучат где-то в комментариях. Делай небольшие пометки и описания, если это необходимо. Сейчас у меня с идеями для видео проблем нет. Сейчас у меня больше 70 запланированных и еще не реализованных идей только по ведьмаку. То есть проблема не в том, что снимать, а в том, когда это делать. И выглядит все это примерно вот так. Я разбил всего ведьмака на несколько категорий. А категорию с билдами еще на несколько подкатегорий в зависимости от назначения. Например, билды по магическим знакам, из которых мы пока успели затронуть только два целевых и один общий. Или билды от ведьмачьих доспехов, по которым, кстати, выйдет первое видео на этих выходных, если я успею его сделать, конечно. Или билды от навыков, будь то билд на арбалетчика, бомбера или билд через вихрь. Так что можете не волноваться, все ваши пожелания и свои идеи я записываю. Не факт, конечно, что все они будут реализованы, так как делать одинаковые билды с разными названиями мне неинтересно. Но большая часть из них точно будет. Кроме билдов, есть еще несколько больших категорий, которыми я сейчас планирую активно заниматься. Во-первых, это моды, по которым нас ждет пара обзоров на графические моды, а также вторая часть обязательных модов и несколько обзоров на глобальные моды. Кроме модов, я недавно запустил видео с подборками. Первое видео касалось 10 самых красивых мест в Ведьмаке. Далее нас ждут еще подборки по местам, подборки по оружию, броне, врагам и квестам. Кстати, по квестам, учитывая видео, которое вышло в понедельник, тоже стоит сделать отдельную категорию и рассмотреть как минимум еще несколько самых необычных, скрытых, интересных или разнообразных в плане сюжетных переплетений квестов. Помимо этих категорий есть еще целая куча, начиная от совершенно обычного сравнивания некоторых игровых элементов, например, Йен или Трис, Вихрь или Разлом, Кот или Монтикора, заканчивая глубокой аналитикой игрового выбора, квестов и персонажей. Кстати, есть идея сделать небольшую арену и, например, устраивать схватки с ограничениями. Геральт против Голиафа в кулачном бою, Геральт против 30 утопцев без брони и только с арбалетом и так далее. И озвучить все это в виде поединка, как на ринге. Я давно вынашиваю эту идею, но не совсем уверен в своем мастерстве комментатора таких боев и достаточных навыков режиссера. Напишите, как вам эта идея и стоит ли уделить ей внимание, а также какие схватки вы бы хотели увидеть и с какими ограничениями. Но ведьмак это тоже еще не все. У меня есть как минимум еще несколько идей для видео, которые бы я хотел периодически реализовывать. Например, я очень хочу научиться делать качественные сюжетные короткометражки на маньяр тех, которые уже сейчас есть на канале. Только лучше. Тут можно и снять интересный ролик и донести определенную историю. Также я не хочу забывать про обзоры разных игровых новинок, про тематические топы, игровые новости и так далее. Есть идея развивать тему с околоигровыми темами. Просто наподумать, чтобы было небольшое разнообразие в контенте и не только развлекать, но и делиться умными мыслями и интересными историями. Ну и конечно же периодические подкасты, когда появляются темы для обсуждения или разговора. Также у меня есть секретная вкладочка с идеями шоу. То есть целых направлений видео, которые можно делать основным контентом канала. Я не буду вам сейчас о ней рассказывать, но я уже вижу примерно 2-3 идеи, которые могут отлично подойти моему каналу. Но о них все-таки чуть-чуть попозже. А сейчас, как и обещал, мы максимально концентрируемся на Ведьмаке. Можно сказать, что у нас с вами некое джентльменское соглашение на этот счет. И пока количество идей для видео по Ведьмаку не станет критически малым, чтобы выпускать его раз в 1-2 или даже 3 недели, я к реализации тех шоу не приступлю, так как они требуют большого вложения сил и набивания руки. Сейчас же максимально наверстываем Ведьмака за пропущенное время. И разбавляем его маленькими порциями подкастов, обзорных первых взглядов, новостями, топами, ну и так далее. А, ну и да, я, конечно же, помню про твич и стримы, на которых мы будем заниматься тем же, чем занимаются обычные люди на стримах. Общением и прохождением. Меня уже немного терроризируют люди по поводу того, когда будет первый и второй Ведьмак на стримах. А на этом все, ребята, всем спасибо за просмотр, видео заслужило лайк, а я подписка на канал. Не забывайте про программу Герой этого видео, если у вас есть навыки и время для помощи развитию каналу, то пишите в личку, обсудим это. А также, если есть желание или возможность помочь каналу финансово, кошельки есть в описании. Не забудьте написать мне в личку о своем благом деле. Также пишите в комментариях о том, какие из озвученных или увиденных идей вам бы хотелось увидеть пораньше, а также можете предлагать свои варианты, которые я зафиксирую в свою замечательнейшую табличку. А мы увидимся в следующем видео, и на этом пока всем пока-пока.